Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсиновский. Посмотрите курс 9. В данном курсе мы в течение двух часов рассмотрели понятие метода. В принципе, я сейчас только обзор. Очень подробно мы разбирали на примерах. Я расскажу обзор. Какие перед нами задачи стояли? Во-первых, понять, что такое метод. Далее, увидеть на практике, что все объекты в JavaScript имеют встроенные методы. Мы с ними немножко поигрались. Далее наша задача стояла в том, чтобы узнать два способа создания методов. Мы это подробно сделали. Далее мы работали с вызовом методов. Но мы пошли дальше. Нам надо было понимать, когда метод корректно работает, когда нет. И здесь мы немножко углубили, чтобы для себя отметить на будущее, как использовать и где ждать подвоха. И нашли несколько моментов, на которые уже сейчас обратили внимание. Это порядок вызова. И в данном случае рассмотрели порядок, значит, то есть не порядок, а новый для нас. Новое для нас понятие – это контекстные вызовы при помощи ключевого слова TES. Создание ссылки. И поигрались с кодом, чтобы понять, где и при каких случаях вызывается одним образом. Где ждать подвоха. То есть вот эти вещи нам надо уже было понимать сейчас очень глубоко. Поэтому и разбирались мы целых два часа. Все просматривали в браузере. Я прошу проделать домашнее задание. И которое заключается в том, чтобы очень четко все проделать и себе рассказать. Чтобы вы себя именно, когда вы будете рассказывать, пересказывать. Чтобы вы понимали, что вы действительно эти вещи понимаете. Так как методы, я повторяю, имеют все объекты, встроенные в JavaScript. И мы будем создавать постоянно методы. Значит, поэтому эту тему надо разобрать очень подробно и досконально. Чтобы дальше было легко двигаться. Ну, а кто первый раз начал именно с этого видео. То для начала вам надо зайти на сайт школы spb-tut.ru. Здесь вы изучите Python. Мы изучаем JavaScript для того, чтобы использовать его вместе с Python. Например, с фрейворком Django. То есть расширять. Сами уроки находятся на сайте python-tut. То есть это сайт Django+, где мы все Django Python+, где мы расширяем. Спасибо. Продолжение следует...